Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем следить за ключевыми фундаментальными событиями, которые влияют на динамику финансовых активов. На рынках развивается тотальная коррекция после тех локальных максимумов, которые были достигнуты накануне. Ранее мы говорили о серьезнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке после того, как стало известно, что после убийства генерала Ирана Сулеймани Иран решил ответить США и совершил ракетную атаку на военные базы США в Ираке. Все замерли тут же в ожидании того, что будет делать США, потому что всем известно импульсивность натуры Трампа, и все прекрасно знают, что этот человек может принимать очень горячие решения. Поэтому вчерашняя торговая сессия, хоть и в принципе стартовала с самого начала с коррекции, все равно была сопряжена с риском того, что что-то произойдет, и на рынок снова вернется спрос на защитные инструменты. Однако по прошествии торговой сессии прошлых суток мы сейчас констатируем, что настроения на площадках улучшились. Паники в принципе уже больше нет. И друзья, как бы это странно не звучало, но я рад, что события стали развиваться таким вот образом. Потому что всех денег, как бы мы ни хотели, мы никогда не сможем заработать. Однако, когда есть возможность не допустить войны, я в принципе готов даже по депозиту столкнуться с определенного рода потерями, лишь бы быть уверенными в том, что какая-то прибыль не будет базироваться на серьезных, злостных событиях, упирающихся в военный конфликт с большим количеством человеческих жертв. В данном случае что выступило фактором, опять же, коррекционной динамики, которую мы заметили, опять же, даже еще в ходе вчерашнего брифинга, на нефтянке. После того, как Brent протестировал сопротивление 70 долларов за баррель и добрался до локального максимума, по-моему, с мая 2018 года, это в районе 71 доллара за баррель, развилась коррекция. Опять же, мы попробовали порассуждать, и сейчас я повторюсь, что коррекционная динамика была связана с тем, что не было информации о жертвах вот этой ракетной атаки Ирана по военным базам США. Потом информация была противоречивая, но вот мы дождались непосредственно выступления перед нацией Дональда Трампа, и он подтвердил, что не было жертв действительно среди военного американского контингента и среди граждан Ирака. Но больше никаких подробностей нету, если так, то давайте положимся на этот комментарий и тоже примем к сведению, что жертва не было. В связи с этим, конечно же, очень много вопросов вообще возникает к тому, как вообще была проведена эта атака, не было ли все это подстроено, спланировано, уж очень такой толерантный, либо лояльный, если можно так выразиться, удар. Как правило, последствия у такого рода атак и военной агрессии, они совершенно другие сопряжены с человеческими жертвами. В общем, Соединенные Штаты Америки не ответили мгновенно, молниеносно, хотя могли бы это сделать. Это немножко снизило накал страстей. Потом, опять же, комментарий об отсутствии жертвы, выступление Трампа перед нацией, где он четко дал понять, что США провели себя правильно, они, Штаты, не хотят эскалации напряженности, Трамп не будет усиливать вот эту военную конфронтацию, не будет начинать военную кампанию, в Иране все хорошо, якобы Иран уже осознал все ошибки и начинает понемногу отступать. Но все-таки с агрессией мы, скажем так, друзья, что без нее как таковой не обошлось, потому что открытый военный конфликт, он немного пропустил вперед другую войну, экономическую. И под этой войну я, конечно же, подразумеваю санкции. Интересно будет в них в дальнейшем разобраться, потому что, на мой взгляд, Соединенные Штаты Америки уже использовали все рычаги экономического давления на это исламское государство. В общем, друзья, дальше будет все довольно интересно, потому что мы, несмотря на вот эти комментарии Трампа, мы все равно сейчас находимся в каком-то вот вакууме вот этого ближневосточного риска. И честно говоря, друзья, если вот что-то ухудшится, вот в ближайшие часы, если мы получим сообщение о том, что Иран что-то снова выкинул, либо Соединенные Штаты Америки все-таки решили кое-какую агрессию проявить, это, в принципе, ни у кого не вызовет никакого удивления, потому что все сейчас продолжают говорить о ближневосточном конфликте и войне. Но до тех пор, пока нету причин информационных, фундаментальных говорить об эскалации напряженности, мы видим, что котировки нефти уже в районе 65-85 центов, 65 долларов и 85 центов за баррель. Давление на нефтянку вчера оказал еще отчет по запасам нефти США от администрации энергетической информации. Запасы выросли на 1,2 миллиона, что довольно странно, поскольку американский институт нефти буквально за день до этого просигнализировал резком их сокращение. Я советую не торопиться с новыми позициями по нефтянке. Друзья, нужно все-таки переварить весь этот ближневосточный фон. Нужно понять точно, успокоилось ли все, и есть ли у нас причины дальше ставить на риски и угрозу перебоев поставок и потенциальный дефицит предложения в сырьяно-глобальном рынке, если ситуация снова выйдет из-под контроля. Если нет больше позиций и не открывайте их, друзья, давайте следить за развитием событий. Доллар иена 109.26 здесь, в принципе, тот же самый позитив, который спровоцировал коррекцию нефтянки, стал причиной роста доллара и ослабления курса иены. Твит Трампа о том, что все хорошо, то, что войны не будет. Статистика, кстати, по штатам ISM в сфере услуг, 50 пунктов. Друзья, это значение, которое указывает, точнее, больше 50 о восстановлении сектора. 50, по-моему, у нас было в сфере услуга Англии. ADP, рынок труда, частная оценка 202 тысячи новых рабочих мест с 124 тысяч. Завтра у нас non-farm parallels, и вот после выхода данных по американскому рынку труда, после выхода официального отчета, уже будет нам с чем работать в плане перспектив монетарной политики. Пока что здесь также не рекомендую торопиться с открытием новых позиций, потому что очень быстро пара доллар-иена снова может возобновить нисходящую динамику. По золоту 1555 долларов за тройскую унцию, текущие котировки. Я держу еще длинные позиции, потому что в целом у меня был настрой покупать золото еще до событий на Ближнем Востоке. Опять же, если посмотреть на перспективы золота с точки зрения того, что может произойти с долларом, с точки зрения того, что может случиться с мировой экономикой, если в 2020 году все-таки настигнет ее мировой финансовый кризис. В общем, там были предпосылки покупать этот актив еще на другом основывающейся. Поэтому я буду, в принципе, держать ланги и дальше. Если вы примкнули вместе со мной к покупкам, вы и сейчас даже при текущих уровнях должны находиться в хорошем плюсе. Ну и по другим инструментам. Вкратце, евро против доллара снижается. 1.11.16. Производственные заказы Германии на дне, в прямом смысле, в годовом выражении, спад на 6,5%. Автомобильная промышленность, основной локомотив экономики Германии, находится, мягко говоря, в одном всем известном месте. Друзья, я думаю, вы поняли, о чем говорю. Volkswagen, Daimler в 2019 году продажи сократились до минимума с 2012 года. Спад составил продаж автомобилей на 9%, а за последние 4 года производство автомобилей просело на 20%. Вы представляете, друзья, и кто-то еще после этого скажет то, что экономика Германии не в состоянии рецессии. Отдумайтесь, все уже ясно, очевидно, еврозона задыхается, и это впоследствии приведет к еще большему давлению на евро. Фунт против доллара 1.31.17. Сегодня будет выступать Карни в 12.30 по московскому времени. Я очень жду намека о том, что Банк Англии пока не будет торопиться с смягчением монетарной политики, особенно после выхода последних данных по активности в производственном секторе строительства и сфере услуг, где довольно неплохие цифры, друзья. И я, как вы помните, все-таки еще рассчитываю на то, что Джонсон и Европейский Союз смогут, пусть даже в короткие промежутки времени, в рамках 2020 года, но согласуют торговую сделку, которую устроит всех. В общем, здесь я оптимист, как и отмечал, сторонник того, что стакан все-таки наполовину полон, нежели пуст. Держу длинные позиции. И по австралийцу, как уже ранее отмечал, здесь только лишь СЛ. Почитайте новости о последствиях пожаров. 500 миллионов погибших животных, друзья, вдумайтесь. Около 100 миллионов гектар сельскохозяйственных угодий уничтожены. И темпы экономического роста просядут не на 0,2%. Я думаю, что можно будет говорить о потерях, свыше на 0,5%. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.